Последняя решающая игра, сейчас мы геймэкстринкоп. Тим Эвос против Nelny Sports. Значит, напомню, в первой игре Эвос взяли Магнус по Дезраптора и закончили в среднем за 20 минут. Потом Эвос решили забанить Магнуса, но отдали Баунти Хантера. Не он. И они сразу же забрали его. Нет. Да, они сразу же забрали Баунти Хантера. Баунти Хантером они круто оставили свою линию, там сразу же поломали весь лайни к оппонентам и в конце концов пошли размены, а почти любой размен под треками играет в плюс команде с Баунти Хантером. В третьей игре они решили не отдавать Баунти Хантера. Меня немножко смущает Баунт ТП в первой стадии. Магнус так-то будет попасть. Ну ладно, у них свои предпочтения и в общем Магнуса отдали. Магнуса отдали, будут контрить Магнуса прочным троллем, я надеюсь. И Винтер Виверный. Сегодня мы уже видели попытку законтрить подобную комбинацию данным героем, а именно Винтер Виверный. И было прохладно, потому что вот стоит Саппорт. Да, он в какой-то момент может дать хорошую Винтер Кюрс, но в половине случаев его убивали за контроль. В другой половине случаев на Фантомке было БКБ, она никого из своих не била. А кидать Винтер Кюрс на Фантомку не было смысла, потому что ее никто не убивал. По итогу, единственное, что меня смущает, это четыре милищника у Neon U-Sports, против которых хорошо заходят все четыре героя Тимелос. И тролли, и Шаду Шаманы, и Винтер Виверный, и Кентавр. И не знаю, я за Тимбера. Тимбер Ван Лав. Нет, это Некровс. Это Некровс. Но он тоже хорош против милищников. Он тоже хороший герой. Тимбер, просто поясню, что если его там не убивали за бурст, там, допустим, за РП, и он настакивал пассивку там до 20 с лишним стаков, то его реально эти герои не убивали вообще никак. Ни Кунг, ни Брюмастер, ни Па, ни Магнус мы уже видели на Мэжере, как Айсайсайс брал Тимбера и разваливал подобные связки. Но Некровс тоже неплохой. Он, может быть, не такой живучий, как Тимбер, но он очень хорошо дамажит на длинной дистанции. И осталось не умереть за Раскаст. Например, не умереть за Раскаст Кунгки. Креастарент Корабль. И не умереть за РП Магнуса. Тогда, возможно, у него в этом пике будет будущее. В целом, пик сверху очень хорош. Но и снизу он, как всегда, прост. И, как всегда, эффективен. Вот эти вот все пики с Магнусом и Фантомкой, они обычно приводят к тому, что команда с Фантомкой и Магнусом просто бегает и кидает дротики. Там разных людей вылетает крит на 2000, и герой умирает. А пики против Фантомка, они обычно базируются на том, что там людям нужно много всего сделать. там дать ротацию станов, поставиться, например, кентавру, чтобы тот выжил. А остальные герои сумели хорошо зайти. Вот против Фантомки и Магнус очень сложно играть. Потому что одна ошибка. Допустим, четыре героя оказались рядом. Случайно. Все, РП и похороны. Ну, я на сложности в этой игре. Мне очень нравится этот пик. Такой они обычный, но я буду за них болеть. Я считаю их классными. Наверное, можно вот так делать. Чтоб они, да, что они говорили. Не самая удачная линия. Два миличника. Против тролля Винтерверны. Ну, и Винтерверны не самый сильный сап. У нее единичка брони, 41 урона. Это там что-то, наверное, на уровне ЦМки. Сверху Шаман Кентавр против Фантомки Бэйна. Сейчас Байтит делает вид, что у него стан есть. Ну, и, кстати, забрал баунтер, ну. Хорош. И, если бы они шли в него до конца, то у него бы настакалась пассивка. Он бы прожал Рита Лейт. Прошу прощения на свой английский. И они бы Шаманом, возможно, бы и развалили. Все-таки пассивку Кентавра лютая. Ну, снизу, я думаю, просто будут издеваться над Магнусом и Брюмастером. Тут нужно сильно постараться, чтобы умереть Винтерверны и троллем. Это почти невозможно. Но можно. Ну, в миде, я думаю, тут просто Кунг спамит Тайдбрингер, Некрофос спамит Деспульсер. Ну, просто борьба Ласхита. А вот сверху интересно. Потому что сверху ударная линия со стороны Рейддент. Это Шаду Шаман с сеточкой Кентавр с Дабл Эджем. Ну, либо со Станом. И с другой стороны Бэйн, которому нужно в Солянова прогнать и Кентавра, и Шаду Шамана. Ну, раньше Бэйн мог вообще, наверное, на Изи это сделать. Все-таки Шаду Шаман раньше был не таким крутым. У него там и брони было поменьше, и урона было поменьше. И, в общем-то, у Бэйна были все шансы. Но сейчас что-то Шаду Шаманы приходит. У них три брони неожиданно. Там, 70 с лишним урона. И Бэйн уже не так крут, как раньше. В данном матчапе. Да, вот в чатике я смотрю про троллей. Да, вот тролли реально, вот я, кстати, соглашусь, что тролли, вот что на этом турнире, что вообще за последнее время, вот троллей просто не идет. Но когда-нибудь у них получится. Например, когда будет хороший сейв в виде оракла. Вот сейчас тролль уракла хороша, вот тролль без оракла как-то не смотрится. Но, а потом мы посмотрели на статистику, и оказалось, что с ораклом почти любой кор хорошо смотрится. Поэтому там дело далеко не в тролле. А в первую очередь вся фишка ворока. Так, вот они, разменщики пошли. Ну, пока да. Вот видим, что у кентавра солидное преимущество. Бэйн весь фокус сдает по шату шаману, и шату шаману уже нужно отхиливать с флаской. Вот у него 300 хп. Как только у него 300 хп, лучше сразу отхилиться флаской на полную. И потом идти тачковаться, потому что у него мало хп, у него очень мало хп. Фантомка всегда может просто подойти, прыгнуть. Да, вот отхиливать. И легчайший фб. А так кентавр динает. Шадоша мало отхилился, пошел бить Бэйна. Вообще Бэйн немножко рановато начал размениваться, поскольку лучше всего это делать на втором уровне Фантомки и на втором уровне Бэйна. Там Бэйн тачкуется и в один момент дает слип. Фантомочка второго уровня может сразу так вот запрыгнуть на шедоша мана. И это легчайший фраг. Но из-за того, что Бэйн все это время был первым, он потратил всю ману, у него осталось немножко. Теперь о комбинации слип плюс прыжок Фантома с Айсон можно только мечтать. Так. И Винтерверна умерла. Похоже, ее увезли. Сделаем предположение, похоже, что ее вывезли. Не совсем понимаю, как это получилось, но ладно, будем следить за этой линией повнимательнее, раз уж на этой линии умудрились два миличника сделать фраг на Винтерверне. Пока тут ничего не происходит, посмотрим на центр. Да, ну тут ничего особенного. Некрофос, как обычно, добивает. Добил Крипчика, полечился, добил Крипчика, полечился, а Кунку вынужден таскать в ласки. Поэтому вот математически не считал, но мне кажется, Некрофос на этой линии может в принципе Эргенни таскать и тупо вывозить за счет пассивки. То есть он стоит фолловый, у него ни одного Регена нет, и он продолжает добивать Крипов. Он откиливается за счет Деспульса, за счет Херстоппер Ауры, и пока Кунка проигрывает вообще в салат эту линию, по-моему. То есть вот он неплохо стоял, пока у него был Реген, он добил Акрипов, и за счет этого он как-то соревновался с Некрофосом по фарму. Но Реген закончился, курица занята, он себе ничего не несет. Боттл он все еще не принес. И пока он терпит, все это время Некрофос стоит и добивает сверху тот самый Сон. Но Фантомка битая. Кентавр уходит. И ребята душат Фантомку. Да, ей больно. Только надо это, не терять столько жизни, слишком много жизни терять. Ну ладно. Он просто отойди и все. Четвертый на пятый. Ториант Некрофос снова уворачивается. Продолжает бить Кунку. И ну тут все, тут стопроцентная победа Некрофоса. Кунке даже Бодла не хватит, ему нужно ловить какие-то руны Регена. Некрофосу осталось принести себе Power Trits или там, допустим, что-то вот такое серьезное, и Кунка на этой линии закончилась. Все, он проиграл линию. Вывозим. Да теперь я знаю, как он умирает. Топ-аут. Оно и просто сэкономит ТП, отдастся крипам, еще продамажил Блюмастер и просто сделает топ-аут на легкую. Итого, полнейший фрифарм. Полнейший фрифарм. Кентавр, который стабильно бегает где-то там под вышкой. И Радиент там. Даже ничего делать не надо, они просто выигрывают линии, а вот Дайра нужно шевелиться. Нужно придумать Магнусу, что ему сделать. Так, Кунка выдал рассказ, но Некрофоскиллится. Вот, у него выдали весь рассказ, правильно? Корабль кулдауна. Некроф сейчас добивает крипчиков. И спокойно регенится. Можно под вышку вывести. Давай, 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 давай. Адь, хорошо. Лол! Герой не прилетел. Ты где? Не умирает. Видимо, он был где-то здесь. От безысходности пошел фармироваться. Кунка может поймать Кентавра, Лиша Душамана. Но пока там Кунка собирается идти наверх. Здесь уже сделали минус один. Дабл Эдж. Дабл Эдж не успеет дать Фантомку. Убили Шаду Шамана неплохо. Некрофос подошел. Начинает захиливать. Бэйн тоже летит. И Кентавр. Собрал Вангвард и готов рваться. Ну уже хоть что-то. Это Шаду Шамана. Слип Торрент. Тут еще битый Кентавр. Очень битый Кентавр. 400 хп. Пошел Бремастер. Коса. Снова не хватило урона. Но Дабл Эдж. Кентавр разрешает на ЧТ. Нажимает на ультимейт. Сразу же выезжает. Прямо сходу. И крестик. Крестик на КД. А Некрофос имеет 20 тиков. Мне нужно это знать. 20 тиков? Надо бежать на борт. 20 тиков? Ребят, вы чего? Какая же душка. Все это время, пока Фантомка там героически отбивалась на легкой линии. Троль стоит на своей. И просто кайфует. То есть никто его не трогает. Никто его не напрягает. Вообще людей на этой линии в принципе нет. Там Бремастер сбегал наверх. Использовал ультимейт. Никого не убил. А Троль стоит и чилит на легкой. И Фантомочка решила, что видимо сейчас вот здесь ей получится пофармить. Но разница слишком большая по уроне. Троль 9 уровень. А у Фантомки 6 уровень. Надежда на то, что Троль просто будет пушить линию и Фантомочка все будет забирать под вышкой. Это надежда. Оп-оп-оп. Хороший. Шаманчик, давай. Хекс. Сеточку. Нет? Ну, сеточку. Сеточку. Сеточку он не хочет давать. Троль пошел. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Нормально. Еще и герой забрал самый. Так, все время Кентавр стоит сверху. У него по-прежнему все хорошо. Убивать его сложно. 1470 хп под вангвардом. Сейчас еще, может быть, возьмет фейзы. Хотя, может быть, и без фейзов. Но фейзы очень хороша. Они ему дают тоже броню. А, дегерой с большим количеством хп. Броня один из лучших статов. Чем больше хп, тем лучше... Чем эффективнее броня. И чем больше брони, тем эффективнее хп. О. Формула. Патролю ДПФ чуть-чуть. Все, еще один айт. Нужно по-спейсить. Рейдинты, возможно, сейчас в такой кондиции, что они реально могут 4 на 5. За счет двух мощнейших коров. Вот Кентавр 1550 на 11 и Некрофос 1360. Но у него стики. Если стики заряжаются, но их прожимают, то там суммарно слишком много хп. Тут есть Фантомка, но она вообще не боится. У нее 1000 хп, 1000. Она просто на зубок. Она в драку вошла, получила раскаст и сразу же погибла. Ей еще рано идти на замес. Магнусу в таких точках вообще ничего делать, поскольку... Ну, его миссия это бэйбиситить Фантомку и по кулдауну вешать ей баф. Если на ней не будет импавера, то фармить она будет медленно. Вот, допустим, вот так. А, это медленный фарм. С импавером он все это делает много быстрее. И один черт, он линию не отпушивает. У него шок вейв, как бы первый уровень. И он зачем-то стоит на линии. И они вместе с Брюмастером отпушивают линию. Деля, эксп и фарм двоих. А, он дофармил блин. Все. Тысяча извинений перед Магнусом, но... Фантомке тяжко, ей нужна помощь. Потому что она фармит, как инвалид. Без обид. Молния коса. Можно было беседки. То есть, она фармит, и она теряет хп на фарме, это вообще беда. На этот раз у нее вот, находится в районе Брюмастера. У них все настолько плохо. Их так душат. То есть, когда тролль с БФом идет и ломает вышки на 15 минуте, это... Это страшное зрелище. То есть, он купил просто артефакт на фарм. Вот просто, чтобы фармить, фармить, фармить. И с этим артефактом он уже ломает. А что будет, когда он еще купит парочку? Сейчас шанс, Винтерверно нет. Можно убить. Кстати, Винтерверно даже сапога не купил. Нашли не кровь, но цель не самая удачная. Да, я надеюсь, они даже не будут попытаться его убить. 1400 хп. А больше раунд стики. Фантомка продолжает убегать от Магнуса. Но нет, нет. Он нашел хосту и побежал. Говорит, иди моя хорошая. Оп. Все прощу. Все прощу. Так. Магнус бегает. Ищут Магнуса. Нашли. Сетка сразу. Коса успеет. Коса и Дес Пульс. Эй. А, коса кулкал. Прошу прощения. И пошел, 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 пошел. Блинк. Да, уйдет. Эх. И у друга имеется Кримсон. Погнали кентавру с Кримсоном. 1670. Да вы же его не убьете. У них колоссальное преимущество. Просто вот. Редкликнуть сюда. И убить вышку. То есть все, что нужно сделать, просто стоять расстреоточенно. Избегая РП Магнуса в троих или в четырех. Линза у шамана. Они не торопятся. Они просто ждут момента. Это шанс. Скоро появится первый айтем. И она уже будет дамажить. Плюс первым айтем она и фармить будет побыстрее. Конечно, не так быстро, как тролль сейчас фармит. Ну, там уже очень скоро Яша, но... Она хотя бы будет бороться. Стрелепортировался тролль. Они увидели, что он стрелепортировался. Они это увидели. Прекрасно понимают, что здесь ребята могут быть в меньшинстве. Но все слишком хорошо обворожено. Заходить сюда риск. Еще странно, что вот это никто не фармит. То есть вот ставят крипер. Это надо фармить. Они так по деньгам проигрывают. А так они проигрывают еще больше из-за того, что не дофармливают. Возможно, они настолько жесткие, что весь этот фарм вообще, вообще, весь лес оставили фантомки. Да, похоже, так и есть. Супер тимплейный. Я вот не могу. Я прям, ну пожалуйста, убейте эту вышку. Вы же сильные, ребята. Это как конфетку у ребенка отобрать. Просто прийти, можно просто уже уйти. Оставить, например, одного тролля. Он вышку добьет, а самим телепортируется наверх, защищает Т1. Потому что Дайр даже не будут думать дефтит и вышку. У них вообще ничего нет. Ну вот Блинк Магнуса у Кунки в Бессл. Все. И то мало зарядов. Надо использовать разумно. Фантомка даже не дофармила изолятор. А вот Кримсон. Попробуй убей. Линза. Там БФ уже Яша. Хороший ультимейт от Виверны. Кентавр успел дать станчик. Заходит Некрофос. Коса. Коса шикарная. РП вроде бы неплохое, но Фантомочки нет. И бить просто некому. Некому бить. Фантомку накрыли косой до РБ. Вот видите замес. Видите замес. То есть если Фантомка получает там либо Хекс, либо Косу, либо Станкентавра умирает. РП Магнуса все. Дальше четыре героя могут все что угодно делать. Они не пробьют ника в жизни эти герои. С их артефактами. Вот Медасик. Ну и теперь самое время показать технику агрессивного фарма. Так, один вард есть. Некрофосы видели. Наверное. Наверное. Да, видели, видели. Хорош, что это неплохой вард он видит, то что здесь происходит. И его идут убивать. Финскрип есть, корабль есть. Сейчас главное не нафидеть. Слишком много Нетверса, слишком много дадут. Они уже молодцы. Все стягиваются. Их прекрасно видно. Шаманчик убивает вард и... Ну, заходить еще рано. Вот именно на Т3 заходить рановато. Для Т3 нужен блинк. Желательно купить БКБ на тролле. Весьма желательно. Там всякий Блюмайстер пивом не закидывал. И Бэйна нашли. Минус ульт. И минус магнус лол. Еще тролл его убил. Видимо, для него ultimate давали. Работают ребята по Т3. Т3 упадет быстро и откидывает с толком-то нечем. То есть можно кинуть тарен. Можно кинуть пиво. Все. Неплохо ребята въезжают по кентавру. Прям так хорошо мальчики зашли. Но тут подходит главный босс. Тролль. Живет. Фантомочка живет. Блюмайстер, в свою очередь, развлекает пацанов. РП все еще имеется. Магнус готовится. Готовится. Вот два героя. Прыгай, родной. Или бейте. Видите, урона нет. Тем временем, тролль развлекается. РПФ тролля хорошо. Но у него эггис. И нужно бить, ему не нужно убегать. Давай, малыш, дерись. И прикиньте, они их убили. Ничего себе. Вот это да. Давай, малыш, беги. Ты сможешь. Майси. Уклоняйся, как тигра. Эх. Что это? А ты тут как оказался, друг? Блин, будет смешно, если он идет. Он не должен уходить, нет. И просто бегут откуда-то. Посмотрите. Они выбегают. Они заходят. Повезло, что не кританул. Вот как повезло ей. Крип. Убили. Убивают бремастера. Остается Винтерверна. Винтерверна пытается убежать. Шамана все-таки забрали. Винтерверну тоже должны забирать. И это... Это рофл. Ну, я бы на их месте ни за что в жизни бы даже не подумал тебе спасать кого-то, вот, когда там уже вот так все плохо. Они идут, идут, идут и умирают, что самое забавное. И, блин, жаль, что я не посмотрел локбоя. Мне было интересно, как они их убили. То есть, Кентавра быстро убили из-за того, что у него мало брони. Было. Это я не заметил, были у него фейзовами или нет. Но, если фейзов не было, то есть это, типа, минус 6 брони, получается 3 плюс 5. Фантомочка вешает дебафс Дизоля, минус 7. Получается очень мало брони. Нужен плейдмейл, чтобы это быть попрочнее. Так, Некрофос. Некрофоса вывезли. Некрофос думает, кого же, кого же, кого же. Выбирает Магнуса. Магнус бежит, Кентавр бежит, блинг имеется. И, я думаю, Магнус приехал. Да. Почему-то косу жмет. Экономный. МАКБ есть, хорошо. Нужен плейдмейл, Кентавр решил, что это будет лотос. Только начинать надо с плейдмейла. Что-то эти артефакты ему в замесе вообще ничего не дают. ХП Реган ему хватает, мана ему не особо нужна. У него всего 2 спыла. 150 с кулдауном в 90 секунд в будущем. И стан. Удаун 3 раза. Мана Реган ему вообще не нужен. Просто, чтобы впитать урон, то без брони ему тяжко. Ему даже сейчас, если повесь минус броню, у него будет маловато. Нашли Кентавра. Больно. Один крит и почти пол хп минус. Пошел корабль. Кентавр нажимает на ультимейт. Нашли Фантомку. Она не успела прожать блокинг бар. Ее бьют всей команда. Ее должны убить. Магнус прыгает. Фантомка битая. Фантомку бьет свой же брюмайстер. Фантомочку убивают. И Фантомочка ошиблась. Не прожала блокинг бар. Все, дальше без Фантомки ловить тут нечего. Урона нет. Шаманчик. И пятюни сюда. Давай, 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 давай. Мочи. Ой, хорош. Тимплей. Ман не хватает. Микрофос должен гнать мне утрывала. Мне утрывала. И ульчик. Он такой, пошел, 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 пошел. Даже если не бьет, он сжигает таврой. Хорошо. Плюс мана. Ну, ошиблась подруга. Там свежая БКБ 10-секундная. Если бы она вот все это время в РП била, то кого-нибудь убила бы. А так печаль. Да, и трой за такие ошибки наказывает. Он со зданиями очень быстро разбирается. Ладно, взял, да, 300 к фейворам. Там суммарно получается 15. Специально переключается в рейнжовую форму, чтобы там Магнус, если что, не увез под Т4. Минус барак. Можно было бы еще этот барак убить. Так-то, кунг все еще нет, ну ладно. Ребята отошли. Ребята закупаются. И они очень хорошо играют, на удивление. То есть, понимаю. В общем, пики такие необычные. Здесь кентавры всякие появляются, некроксы. Интересные, ребятки. Так. Д-800. Ну, топорик уже можно и продать. Или стики что-то. Просто сейчас тут, видимо, файнал замес. Файнал трай. Да, фантомка уже показалась. Ребята сразу же принимают защитную позу. На возвышенности. У тролля очень скоро будет Манки Кинг Бар. У Некровса уже Аганим. И просто сами нажать смок, побегать, поставить вардики и забить Рошана. То есть, пока Рошана нет, идеально брожать смок. Просто пробежаться. Посмотрите, если кто-нибудь, если никого нет, зайти убить Рошана по-быстрому. Ну, с таким троллем это можно сделать. На 300 урона разгоняется и месит. Курьер? Курьер. Смок номер два. Еще одна попытка. Камбэкнуть. Рошане понимает. Но не знает кто. Там Некрофус. Вешает вейл в дискорд. Да, Некрофус себе уверен. У него и Улл. Если что, кентауру нажмет на Стампид. Он убежит. И имеется колдом Брейс Винта Верна. Его не убить. Если все сейвы проживают. Идеальный момент для смока. Они только что выбили вражеский смок. Сами нажимают на смок. Видит Брюм Мастера. Пистанчик. И не ведут. Не идут. Интересно. Не идут. Все могли бы. Что там? Коса. Коса сыганила. Ладно. Почти пять ударов в секунду. Остался последний смок. Тауэр Куддул. Шарик. Какая прелесть. Зачем? Сейчас. Соло все. Образов нет. Он это видимо передумал. Не хочет покупать лопус. Возьмет соло. Тоже неплохо. 12 брони. 12 брони будут тоже актуальны. Куркевич в позиции. Сентри вар стоит. Идеальная позиция для Кентавра. Стан по двоим. Троллежмет БКБ. Отличнейший сейв от Бэйна. Просто батя на Бэне. Увы, этого не хватит. Магнуса нашли. Магнуса должны забрать. Вот его забрали. Фатомочка вроде бы лупит, но Кентавр прочный. При этом его сейвят. БКБшка заканчивается. И тут конец. Да, она никуда не бьет. Дест пульс. Тоже и погибает. И геге. Эх. Кстати, очень хороший выбор. Против фантомочки. Ну, в данном случае. То есть, она фактически единственный корь, который дамажит. Да, Сурки? Она главный дамагер. Ставка в основном сделала на нее. Там он Павер. Младмир с Брюмастера. То есть, если она Кентавра не бьет, то он просто вешает на нее Солор Крест. А если она его бьет, то можно и не вешать на нее Солор Крест. Как бы, плюс 12 брони лишними не бывают. И его сложно убить. Для Винтер Верна игра стала слишком простой. И все, что нужно сделать, это дать Винтер Кюрс в БКБ Фантомки. У нее заканчивается БКБ. Она получает Хекс от Шаду Шамана. И ей конец. Камбэк еще возможен. То есть, если подумать о камбэке, это нужно, чтобы Рейдингты раза 3 зашли. Раза 3 Магнус дал РП в пятерых. Но такого, естественно, не будет. Такое, может быть, будет когда-нибудь. Но не в мою смену. Здесь, как бы, тролль заходит в возвышенность. Аккуратненько бьет базу сверху. Снизу бегает Некрофос. А Винтер Верна ФКшет. В Шаду Мулете. Плохой Винтер Кюрс. Сразу же слип на Фантом Ассасин. РПшечка. По-моему, в одного кентавра. И лучшая цель. И тролль флексит в ульте Бейна. Поплексил. Где-то Шаман был. А вот он тролль. Вашем мужчине. Я их перепутал. Но не похоже. И один и второй, это два тролля. Кто помнит лор Варкрафта, помнит. Олды помнят. Ну и дальше просто избиение. То есть, БКБ закончилось. Там кого-то убили. Хорошо, но... На этом все. Пах. Вот и все. А, еще один барак есть, лоу. То есть, они еще будут дефаться. Блин, я уже такой радостный сижу. Все, конец. Не, ну тогда только Рапира спасет игру. Когда-то играл против Рофл билда с Фантомки, которая бегала с двумя Рапирами. Она еще взяла вот этот талант, Стивлинг Даггер по трем целям. Когда мы подходили к ХГ, она выписывала нам кринты там на 3000. Но, судя по всему, это будет в другой игре. В этой она прыгает. Получает Винтеркюрс. Нормально. Ее убивают. Ее убивают. С Блюммастера. Да, бывает такое. Да, так вот. Мы пытались пушить. А она просто по КД нам кидает даггеры. И там было такое, что взлетает два даггера и там кринтует на 3000. Попробуй зайди. Но, жаль, что мы этого не увидели. Когда-нибудь, я надеюсь, что-то подобное увидят на турнирной сцене. Потому что в папчике это вообще зашло нереально. А вот. Турнирка это совсем другое. И мы поздравляем. Мы поздравляем Тима Эвас, которые неплохо пикают. Так нестандартно. Которые обыгрывают не на eSports. Показывают, что тролль не такой уж и плохой герой. То есть, что иногда с ним можно выигрывать. Но, на мой взгляд, здесь успех за счет того, что центральную линию полностью выиграл Некрофос. А Shadow Shaman с Кентавром уничтожили фантомку на легкой. Она там бедная, страдала, не знала, куда ей деться. И нафармила в разы меньше, чем тот же Некрофос и тролль. И потом ребята просто пошли. Ну, чуть ли не с самого начала. И начали потихонечку сноуболить. Набирая преимущество. Да, они молодцы. Да, значит, прошу прощения за троллей. Но это по лору Warcraft 3 это два тролля были. Один и второй. Я когда смотрю, они немножко похожи. Особенно, когда там, знаете, куча эффектов. Не поймешь, что там в Финс Гриппе стоит. То ли Shadow Shaman, то ли тролль Вардард. И на сегодня все. У нас сейчас идет, по-моему, Европа. Сейчас будет начинаться. Сейчас я расписание посмотрю. Да, вот у нас Major Seya закончились. Китайские квалификации закончились. Ага, я, получается, вообще последний. И ближе к вечеру начнутся квалификации в Северной Америке. Начнутся они где-то в 21 или в 22. По-моему, в 21.30 в Москве. О, еще не скоро, лол.